Всем привет! Сегодня я хотел показать обновленную версию страйбольного гранатомета РПГ-7 под пиротехнику от Страйкарт. Версия 2.2. Сейчас кратенько пробежимся по обновлениям. Ряд элементов перемоделен для большего сходства с оригинальным РПГ-7. В объемных деталях увеличены полости для экономии пластика при печати. Переработан раструб. Теперь при поломке крепления данный элемент можно будет спокойно заменить на новый, так как он крепится на двух винтов. Это отдельная деталь. Добавлен новый батарейный отсек. Относительно старого батарейного отсека, расположенного в рукоятке, имеет больший объем и фиксируется на винты. Немного переработана и улучшена планка для установки прицела ПГ-7. Также на конце гранатометра появилась резьба. Это защитный капачок. А на резьбу у нас накручивается удлинитель в виде гранаты ТБГ-7В. Обращаю внимание, что для лучшей фиксации алюминиевая труба подрезана под срез гранат ТБГ. Большая труба в гранатомете укорочена относительно прошлой версии на 15 миллиметров для того, чтобы удлинитель лучше фиксировался в стволе. При выстреле перед техническим зарядом граната. Макет гранаты остается на месте. Ну вот, мы и добрались до полей. Сейчас попробуем пострелять. Сегодня погода опять ветренняя. Ветер боковой. Звук будет плохой. Отнеситесь к этому с пониманием. Значит, что я сегодня хотел протестировать. Во-первых, будем тестировать новые иглы. Попробуем пострелять на дистанцию. Вот до того холма примерно 230 метров. Сейчас попробую подснять дистанцию до холма. Так, ты где? Ты где давай? 230 сейчас. 240 вершина. Середина 220. Основание 200. Также мы попробуем проверить инициацию иглы от полуторавольтовой батареечки. Также я хотел проверить, будет ли разница в дистанции, если мы будем стрелять просто с РПГ и с РПГ с удлинителем. Для этого у нас имеется небольшой стенд наука. И мы приступаем. У нас имеются наклоны подобия 45 градусов и 30-25. Для начала шмальнем с 30 градусов без удлинителя. Продолжение следует... подрыв без удлинителя. Продолжение следует... подрыв произошел у подножия холма. Это примерно 200 метров. Это у нас выстрел был... Вру, не 200. 190. Выстрел был на 30 градусах. Для точности стрельнем еще раз. подрыв подрыв произошел в воздухе. хотя хотя первый снаряд долетел до подножия холма и еще секунды две или три лежал. Не взрывался. Так. Попробуем выстрелить на 45 градусов. Продолжение следует... Внутри внуков. Немного 30. Снаряд внуков . До 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 подрыв произошел воздухе еще один снаряд снаряд Вот сейчас снаряд почти долетел до середины холма Это у нас выходит 223 метра Плюс у меня смещение из-за ветра Хороший результат Страйкард молодцы Теперь я хочу попробовать выстрелить с удлинителем ствола Страйкард молодцы Подрыв в воздухе Так, попробую уменьшить угол и выстрелю с плеча Страйкард молодцы Страйкард молодцы 200 метров легко Пожалуй, еще одну Угол повыше В воздухе При хорошем стечении обстоятельств Дистанции в 230 метров Добиться вполне реально Разницы по дистанции между обычной трубой и трубой с удлинителем я не заметил Так что это больше будет для антуражу Сейчас будем пытаться запустить иглу от полутора вольтовой батарейки Потому что она была заявлена в характеристиках Для этого у меня небольшой переходничок Страйкард молодцы Страйкард молодцы Иглы от полутора вольтовой батарейки запускаются На мой взгляд Это имба То есть При наклоне где-то в 30-35 градусов Вы легко берете Дистанцию в 200 метров Можете стрелять от полутора вольтовой батарейки У меня Все 10 игл отработали Ни одна Не запоролась Что не сказать о прошлой версии иглы Очень хороший и достойный продукт А на этом у меня все Всем здоровья Будьте живы До скорого Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!